Ни дня без высылки. Болгария отправляет домой российского дипломата и заявляет о российском следе во взрыве на своих оружейных складах. Смоленская набережная обещает ответные меры. В списке высылателей уже больше 10 европейских стран. Песков заявляет, терпеть не будем и уже не терпим. Европарламент высказался за новые санкции против Москвы. Среди них меры против олигархов, отключение от SWIFT и Северного потока-2, нефтяное эмбарго. Повод Навальный и Украина. Резолюция, впрочем, рекомендательная. Дерипаска призвал власти быстрее вводить цифровой рубль, пока не отключили от международных расчетов. В Молдавии распущен парламент. Прозападный президент Санду назначила досрочные выборы на 11 июля. Перед этим Конституционный суд отменил действующее с марта чрезвычайное положение. Соцпартия пророссийского Дадона старалась не допустить или отсрочить выборы, чтобы не дать сделать страну, цитата, натовским плацдармом. В Киеве прошел марш и митинг неонацистов в честь дивизии СС «Галичина». Участники пообещали, что доберутся до Москвы. Тех немногих, кто пытался воспрепятствовать движению колонны, уводила полиция. Дивизия карателей была создана Гиммлером в апреле 43-го и почти полностью уничтожена Красной армией летом 44-го. Байден сообщил Конгрессу, что намерен стать «Рузвельтом-2» и начать новый курс. Первые 100 дней на посту он отметил предложением вкачать в экономику 4 триллиона долларов. Планы «Американские рабочие места» и «Американские семьи» будут профинансированы якобы за счет налогообложения богатых. На транспорт и электромобили потратят 600 миллиардов, на пожилых – 400, на образование – 200. Причина? США конкурируют с Китаем за 21 век и намерены выиграть. Республиканцы намекнули, будут мешать прохождению законов изо всех сил. А Федрезерв сообщил, что продолжит печатать деньги в нынешнем темпе – по 120 миллиардов долларов в месяц. ФБР обыскало Нью-Йоркские офисы, квартиру бывшего мэра и адвоката Трампа Джулиани. С 83-го по 89-й он сам возглавлял прокуратуру Южного округа, которая выписала ордер. По данным газет, повод – деятельность Джулиани на Украине, где тот расследовал махинации младшего Байдена. На митинге перед захватом Капитолия Джулиани призывал толпу трампистов провести разведку боем. В России правый олигарх Малафеев в открытом письме предложил Трампу создать новую соцсеть для борьбы с диктатом Google. Гонконг вводит разрешительный порядок въезда и выезда, почти как в остальном Китае. С 1 августа директор миграционной службы сможет решать, имеет ли право гражданин покинуть территорию или приехать извне. В местном парламенте оппозицию теперь представляют лишь два депутата, поэтому закон принят без возражений. Франция арестовала семерых активистов итальянских красных бригад. Они были обвинены в терроризме на родине десятилетия назад, но получили убежище за границей, пообещав вести себя мирно. Тогда у власти во Франции были социалисты Миттерана. Жест говорит о сближении правительств Макрона и Драги. Италия хочет выдачить 200 человек, в том числе лидера группировки «Постоянная борьба» Петро Стефани и активистки бригад Петреллы. Вопрос об экстрадиции решит суд. В Индии переполнены крематории. 380 тысяч заражений и 3600 смертей за сутки. За месяц плюс 5 миллионов больных. Эксперты говорят, официальные данные могут быть занижены в 30 раз. Социальные сети переполнены сообщениями о нехватке кислорода, медикаментов и средств защиты. Бизнес-инсайдер пишет, местные олигархи разлетаются из страны на частных самолетах. В соседних Непале, Бангладеш и Пакистане опасаются, что новый штамм перебросится на их территорию. По данным ВОЗ, он уже в 17 странах. «Газпром» отчитался о падении прибыли почти в 9 раз. За 2019 год 1,2 триллиона рублей, а за прошлые только 135 миллиардов. Причины – девальвация и падение мировых цен на газ. Тем временем Путин отписал два из четырех оставшихся в резерве крупных месторождений на Ямале – новотеку олигарха Михельсона. Общие запасы Нейтинского и Арктического – 413 миллиардов кубов. А у Грефа прибыль уже больше, чем у газовиков – 304 миллиарда за первый квартал. Сберу мало аптек. В планах Сбер – игры. Новое направление будет создавать для экосистемы банка игры и сервисы, развивать индустрию развлечений. Курирует проект подразделения под названием Сбер Интертеймент. Игры, двигатель инноваций и перспективное направление экспорта, гласит пресс-релиз. Киргизские и таджикские пограничники постреляли друг в друга на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфарад. Госбезопасность Киргизии обвинила таджикскую сторону в применении минометов и вовлечении в конфликт местных жителей. Почти 500 километров границы не делимитированы с момента распада СССР. Душанбе подтягивает бронетехнику. Московская реновация может стоить 5 триллионов рублей. Коммерсант изучил тендеры и выяснил, за первый квартал подписаны договоры по полусотне площадок, более чем на 3 триллиона. Это больше бюджета Москвы. Основная часть подрядов досталась строительным олигархам Воронину, Рябинскому, Гордееву и Дабашину. Не обделят и турецких застройщиков. Формально деньги идут не из бюджета, а через НКО Московский фонд реновации. Американский олигарх Далио опять беспокоится о капитализме. Если его не улучшить, разрыв между богатыми и бедными приведет к революциям и гражданским войнам в разных странах. Ситуация в мире напоминает то, через что прошла Россия в начале 20 века, поделился Далио с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова